Шалом! Среди тех, кто активно интересуется еврейскими корнями веры в Мессию Ишуа, есть приверженцы учения, которые можно условно назвать «один закон». Суть этого учения в том, что абсолютно все ученики Ишуа, как евреи, так и неевреи, должны соблюдать всю Тору Моисееву во всей ее полноте. Придерживающиеся этого взгляда есть и среди зрителей Азис Медиа, о чем свидетельствуют некоторые комментарии в Ютубе, которые мне доводилось читать. Так что, если это вы, дорогой зритель, вам хочу сразу сказать две вещи. Во-первых, спасибо за то, что вы смотрите эту программу и вообще программы, появляющиеся на Азис Медиа. А во-вторых, моя цель сегодня не обидеть кого бы то ни было, упаси Боже, и даже не исправить, а лишь призвать к размышлениям и предостеречь от того, что считаю опасным. Прежде чем говорить о причинах моего несогласия с этой позицией, хочу сказать пару слов насчет ее положительной стороны. Сторонники одного закона ратуют, разумеется, за закон, точнее, за соблюдение заповедей Тора. То есть они хотят, чтобы праведность верующего человека была не только во Святом Духе, в сердце, в вере, в словах, но и в делах. И в этом я их полностью поддерживаю. Вполне возможно, что учение «Один закон» — это, по сути, ход маятника в обратную сторону, то есть реакция на учение о дешевой благодати, согласно которому верующий в Мессию Ишуа может не беспокоиться о своих поступках. Ведь благодать уже позаботилась обо всем. То есть можно жить в грехе и при этом с полным правом рассчитывать на жизнь вечную. Конечно, благодать не избавит от некоторых земных последствий греха. Ну, к примеру, жена не будет встречать с распростертыми объятиями верующего, в кавычках мужа, который ходит к проституткам. Дети не будут слишком сильно уж любить отца, который чуть что распускает руки, материт их, на чем свет стоит и не видит в этом такой уж большой проблемы. Ну, да, счастья будет чуть меньше, чем могло бы быть, но, тем не менее, милостивый бог всегда тут, как тут с прощением и бесплатным билетом на небо. Так что если жизнь вдруг внезапно оборвется, душа такого верующего благополучно отлетит в рай. Говорит нам дешевая благодать. Проповедники дешевой благодати, это, как правило, люди, выросшие в христианских семьях и церквях с очень жесткой дисциплиной. Люди, на самом деле, очень несчастные, потому что они с детства думали, что любовь и одобрение Бога нужно и можно заслужить хорошим поведением, и изо всех сил старались сделать именно это. То есть они жили в законической атмосфере, где шаг влево или вправо расценивался как попытка бегства, и это сломало их внутренне, или, по крайней мере, надломило. Ну а потом, когда они на личном опыте все-таки узнали Божью благодать и свободу, и принятие, их качнуло, как маятник, в противоположную сторону, и вот вам результат. Благодать, смотрящая сквозь пальцы, вообще на все подряд, без каких бы то ни было исключений. Почему это происходит? Одна из причин в том, что люди путают законничество с законом. А в чем же разница между двумя этими понятиями? Закон, в том смысле, в котором мы вот сегодня, сейчас употребляем это слово, это заповеди. Заповеди это, в свою очередь, что выражение воли Божьей, отражение его характера. Ну, например, Бог говорит только истину, и поэтому не хочет, чтобы мы лжесвидетельствовали, потому что мы его дети, мы его народ. Бог верен своему слову и завету, и, соответственно, он не хочет, чтобы мы изменяли и предавали, потому что если мы его, если мы принадлежим ему и носим его имя, имеем какое-то общение с ним, то как мы можем быть предателями и изменниками, если он верен? Бог любит и, соответственно, хочет, чтобы и мы тоже любили, как его, так и людей. А что такое законничество? Законничество — это наши попытки заслужить себе у Бога очки, баллы, путем выполнения его заповедей исключительно нашими собственными силами. То есть попытки впечатлить Бога тем, как замечательно мы исполняем его волю без его помощи. Жизнь законника тяжела, потому что он делает все сам и в конечном счете для самого же себя. Он зарабатывает себе заслуги перед Богом, пытаясь продемонстрировать ему, какой он молодец. Однако закон совсем не требует от нас законничества. Он просто объявляет волю Божью, и в этом и заключается его основная задача. Да, закон не снабжает нас силой исполнить эти заповеди, но это делает Святой Дух, когда мы получаем его через веру в Ишу, и когда мы просим его об этом в каждой конкретной ситуации. Однако закон нужен для чего? Для того, чтобы мы имели хотя бы какое-то общее представление о том, что является волей Божьей, а что ей не является. Воля Божья не исчерпывается законом. В Божьих планах на каждого из нас есть много такого, что не написано ни в одной книге Библии. Поэтому нам нужно строить личные отношения с Богом, в рамках которых мы сможем получать его водительство о его конкретных планах лично на нас. Но закон, тем не менее, необходим как стандарт и как рамка общая за пределы которой мы не можем улетать в нашем свободном духовном полете. Это что касается закона вообще. Ну а теперь вернемся к нашей конкретной теме к учению «Один закон». Давайте посмотрим, к чему оно приводит на практике. Во-первых, люди, призывающие всех верующих в Ишу жить по-еврейски, фактически воруют у Израиля то, что принадлежит исключительно ему. То есть призвание быть отдельным народом, обособленным с помощью заповедей Торы и обрезания от других народов. Но ведь подумайте, что происходит. Вот был еврейский народ, который призван соблюдать не только этические заповеди, но также субботу, праздники, кашрут и еще много чего. И вот были также остальные народы, которые, предположим, тоже соблюдают этические заповеди, но при этом они более свободны в вопросах, скажем, календаря и пищи. У них другие традиции. У каждого свои. И эти традиции совсем не обязательно языческие. Ведь поход в церковь в воскресенье и празднование Рождества 25 декабря или 7 января это совсем не признаки идолопоклонства. И осетрина совсем не то же самое, что пудинг из свиной крови, хотя и то, и другое не кошерно. Теперь представим себе, что все неевреи вдруг решили дружно жить по-еврейски. То есть добавили себе к этическим заповедям, которые даны всем, они добавили также заповеди, данные исключительно Израилю. И я задаю вопрос, а в чем теперь после такой трансформации разница между неевреями и евреями? Если неевреев по факту теперь больше просто нет. Даже если эти люди не сделали себе обрезание. Если они просто стали вести еврейский образ жизни во всем остальном или на 90% еврейский образ жизни. Исчезли фактически неевреи, а вместе с ними исчезла и разница, и вообще всякий смысл теперь говорить об Израиле как об особом народе. Это в общем своеобразная теология замещения только наизнанку, на новый лад. Ну и конечно, если все эти люди будут не только жить по-еврейски, но еще и сделают обрезание, то есть пойдут до конца, то есть они обратятся в иудаизм формально, ну что тогда? Тогда очень быстро они скажут, мы репатрируемся в Израиле, потому что мы полноценные евреи. Да, мы родились в русских, украинских, казахских и прочих семьях, но стали евреями в полном смысле этого слова. Так что не валяйте-ка дурака и дайте нам поскорее израильские паспорта, а заодно и кусочек земли Израиля в придачу. Не думайте, что эта ситуация совершенно вымышленная. Есть, например, движение так называемых эфраемитов. Слово происходит от имени Ефраем, в русском синодальном переводе это Ефрем, одно из двенадцати колен Израиля. Движение это объединяет тех, кто считает себя потомком одного из десяти северных колен Израиля, с которыми Библия ассоциирует колено Ефрема. Вот эти люди на полном серьезе считают, что Бог их всех соберет в свое время в Израиле, и более того, они уже в 2015 году в городе Риэле, в Самарии, проводили свой первый конгресс. В общем, возникает совершенно абсурдная ситуация. Люди, которые вроде бы говорят, что любят еврейский народ и Израиль, по факту только добавляют нам, евреям, головной боли, что нас, разумеется, не радует. Ну, ладно мы, так ведь не мы одни, ведь и христиане тоже от них не в восторге. Почему? Ну, потому что в своей ревности по еврейству сторонники вот этого учения «Один закон» приходят к вражде со своими нееврейскими братьями и сестрами по вере в Ишо. Все христианские праздники, традиции, толкования Писания, которые, на их взгляд, не согласуются с Торой и иудаизмом, объявляются ни много ни мало язычеством чистой воды. Христиане, которые не имеют достаточных, на их взгляд, познаний в еврейском вопросе, это просто несчастные невежды, которых надо просвещать. И при этом для них совершенно не важно, что эти христиане, возможно, любят Бога, любят людей Божьей любовью, служат людям своими дарами и так далее. С их точки зрения, христианская церковь упустила самое важное. Что же это самое важное? Это еврейское мышление, еврейский подход к Писанию и, соответственно, еврейский образ жизни. И поэтому вся она, вся христианская церковь представляет собой, по сути, язычество, замаскированное под истинную веру в Бога Израиля. Все это напоминает другие крайности, встречающиеся время от времени. Например, в свое время были, а возможно и до сих пор, где-то есть и сейчас, такие пятидесятники, которые настолько зациклены на даре иных языков, что любой человек, верующий в Господа Бога и в Иисуса Христа, но не имеющий этого дара, для них он просто язычник, он не знает Бога, считают они. То есть истинных верующих нужно искать исключительно среди говорящих иными языками. Вот все это примеры того, как одна из многих истин Писания выдается за самую важную или даже за единственно важную. Так как же христиане и неевреи приходят к идее об одном законе? Ну, с помощью стандартной комбинации из двух ходов. Ход первый в сфере воли, о нем мы уже говорили на прошлой неделе в программе под названием «Свет мой зеркальце». Ход первый состоит в том, что человек ставит свои собственные цели и убеждает себя в том, что его цели совпадают с Божьими целями. Или он просто плывет, если он менее активный человек, он просто плывет по течению своих собственных желаний, порой даже неосознанных. А ход второй — это в сфере истолкования Писания. Человек начинает искать в Писании то, что, по его мнению, вписывается в эти планы или в эти желания, и он закрывает глаза на все остальное, что Писание говорит по данной теме. В данном случае цель — не будучи евреем этнически, жить, тем не менее, по-еврейски. Чтобы, ну а дальше не нужно зачеркнуть, чувствовать себя избранным, чувствовать себя ближе к Богу, быть ближе к истине, к правоверию, считать себя евреем или почти евреем и так далее, и так далее, и так далее. Мотивы тут у каждого свои. А что же эти люди ищут в Писании при этом? И что же они там находят? Чаще всего даются ссылки на два стиха из Торы. Исход 12.49 и числа 15.29. Там написано следующее. Например, в книге Исход. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Если кто-то скажет, что здесь речь идет о физическом Израиле, живущем на вполне конкретной земле, а не о церкви, то ответ будет такой. Да, но пришелец, поселившийся среди израильтян, это прообраз нееврея, привитого к еврейской лозе. На это можно возразить, но разве Новый Завет не говорит, причем неоднократно, что неевреи, уверовавшие в Ешуа, не обязаны соблюдать праздники Израиля и Кашрут, а также другие заповеди Торы, данные исключительно Израилю? Возразить можно, но вам ответят, что на Иерусалимском соборе, описанном в 15 главе книги Деяний Апостолов, было постановлено следующее. Действительно, неевреев нужно принимать в мессианское общение, нужно принимать их без всяких лишних условий, потому что спасение исключительно по благодати. Однако, при этом, эти неевреи со временем сами воспримут еврейский образ жизни, ведь, как написано в книге Деяний, закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Дескать, никуда не денутся, вода камень точит, будут слушать Тору каждую субботу, мозги у них постепенно промоются, капля за каплей, постепенно придут к полному ее соблюдению. Так что, это лишь вопрос времени. Вот такая интересная интерпретация этих библейских находок. Что же на это можно возразить? Возражения будут в следующей программе. А пока спасибо и шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Иешуа Иешуа Иешуа